привет мои дорогие сегодня я готовлю для своей семьи обед это будет картошка по-французски ребятки раз в месяц стабильно готовлю это блюдо очень простое в приготовлении и очень очень вкусная вкусная сытная это можно даже на праздник подать не только как ежедневную еду вот приступим ребята знать смотрите буду сразу вам делать показывать чтоб видео длинным не было значит нам понадобится сыр здесь у меня 300 грамм просто обычный твердый сыр видите российские брала российские хороший такой все вкусный вот значит морковка нам нужно картошечка морковки у меня две крупные здесь такие нарезала его таки вот так вот такими ломтиками морковку напополам вдоль разрезала и вот так вот нарезала вот такими ломтиками лук смотрите дорогие мои тонко полукольцами картошечка тоже у меня нарезана вот так вот вот просто такими кругляшками поняли вот и мясо мясо у меня сегодня я делаю бывают со свинины. Сегодня у меня курица. Курица-филешка. Нарезала я его такими просто, так скажем, вот такими тоненькими слайсами. По-другому сказать не могу. Это были просто вот такие слайсы. Они все неровные. Есть длиннее, есть короче. Вот. Жирок немножко оставила. Все пленочки, которые были, зачистить обязательно. Так, здесь у меня, ребята, это, не смотрите, что страшненькие, это белые грибы. Они у меня были засушены. Вот. Я их размочила в воде и немножко поджарила. Аромат будет у картошки обалденный. Конечно, надо будет соль, черный перец молотый. Конечно же, майонез обязательно используем. Ребятки, кто на диете, можете использовать сметану с горчицей. Так, ребята, приступим. Значит, что нам нужно? Сейчас я поставлю, дорогие мои, штатив. Вот. Первый слой, что мы будем? А, еще нам нужна будет вот такая, ребята, форма для запекания. Можно стеклянную, можно... Ну, у меня, я не знаю, она фарфоровая или с чего она сделана. Но это специально у меня, как сказать, для запекания. Первым слоем мы выкладываем, конечно же, картошку. картошка должна быть, ну, я ее так уже, знаете, по одной штуке выкладывать не буду. Я ее насыплю, где есть место, значит, мы заполним там это все дело, чтобы у нас не было, как сказать, просветов никаких. Вот так вот мы заполняем это все. Это у нас первый слой. Так, далее у нас будут идти... Ребяточки, дальше я делаю лука слой. Слой лука. Тут не надо, знаете, как-то фантазии, чтобы очень красиво как-то выложить. Так, хаотично, набрасывайте. Так, теперь тоненький слой морковочки делаем. Тонкий-тонкий слой морковочки. Так. Теперь у нас идут грибочки. Ребят, если не будет грибов, ничего страшного в этом вообще нет. Просто грибочки, они еще дадут плюс такой, знаете, как хороший аромат. Вот и все. Так. У меня их, смотрите, насколько мало, конечно. Ну, белый гриб, это есть белый гриб, ребята. Он будет пахнуть хорошо. Так, мы их сами собирали. Вот, сушила я их. И опять же мы выкладываем опять слой картошки. Итак, картошка. Теперь мы опять делаем слой лука. Лук уже весь сюда пойдет. Так, 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 так. Так, лучок вот так вот распространяем по поверхности везде. Так. Теперь слой морковочки. У меня тут оно, видите, тоненькая она в одно сталь ляжет. Вот так вот морковочка растягиваем по всей поверхности. У меня муж очень любит это блюдо. Очень любит. Ну. Делается просто, ребят, я думаю. Немножко вот так придавливаем, чтобы не было пустот. Вот так. Теперь открываем майонезик. Немножко нам нужно поперчить. Поперчить. Теперь нужно немножко подсолить это все дело наше. Ребята, где-то на это блюдо приблизительно пол чайной ложечки соли. Я грибы, когда жарила, солила. Так что, я думаю, соли сильно много не нужно. Теперь поливаем все это дело. Делаем сеточку вот такую вот с майонезом. Да, ребятки, блюдо калорийное, конечно, для людей, кто на диете, такое есть, конечно, я понимаю. Ну, иногда я же говорю, что... Ну, мальчикам моими не надо на диете, они у меня худенькие, так что... И вот так вот выкладываем теперь полностью мяско все. Можно ровно, можно не очень ровно, можно... Можно... Как получится, в общем. Тем более, я же говорю, я так слайсами резала, вот грудку наискосок перерезала. Постараюсь выложить ее так ровненько, ну... И вот так вот заполняем все пространство мясом. Итак, я выложила мясо, смотрите. Заполнила всю поверхность мяском. Здесь у меня, ребятки, две грудочки. Ну, то есть, не целые грудки, а вот одна половинка и вторая половинка. Одна грудка, считай, с курицы. Вот, вот так вот. Вот, теперь немножечко подперчу. Побилась моя перечница, и я никак ее не могу купить. Надо как-то купить перечницу. Так, и немножечко сольки, сверху чуть-чуть, совсем, совсем чуть-чуть. Так. Все. Теперь же я это дело все, ребятки, засыпаю сыром. Смотрите, некоторые люди, ну, я знаю даже, да, вот у меня подружки готовят. Они сначала вот как-то майонезом, а потом сыром. Ребят, сыр будет гореть. Сначала надо, вот, все это дело сыром засыпать, а сверху майонезом. Жир будет таять с майонеза, и, ну, там же тоже есть, знаете, как растительное масло в майонезе. Жир будет таять, и у вас не будет гореть тогда сыр. И делаем решеточку, делаем решеточку вот такую вот с майонеза. Смотрите, дорогие мои, никакого растительного масла я сюда не добавляю. Вот весь жир, который есть, считай, в майонезе, курица у нас, это постная, это грудка, там жира никакого с нее, это не свинина. Вот, с майонеза весь жир, который есть, вот у меня уходит сюда 400, сколько тут в пакетике, сейчас скажу, ребятки. Смотрите, дорогие мои, 350 грамм, ну, вот этот пакетик, то есть, вот этот вот весь пакетик, я его сюда отправляю. Блюдо не маленькое, такое, ну, как сказать, большое по размеру. Ну, картошки я, у меня картошка не очень крупная, у меня, я почистила 15 штук картошинок, ну, не как где-то яйцо, может быть, куриное, вот такое по размеру. Ну, а вы смотрите сами на ваши лоточки, я вам просто показываю последовательность, чтобы было очень вкусно. Вот, а вы уже смотрите сами по количеству, сколько вам там делать. Вот, ребят, смотрите, получается у меня вот такая красотень. Вот, ставим в духовку на 180 градусов, режим у меня конвекция. Ставлю я на вот такую вот решетку, вот, смотрите, видите, вот эту. И будет она у меня, вот смотрите, моя рука, вот, блюдо такое немаленькое, тяжелое, оно само по себе тяжелое, и с картошкой, так тем более. Ой, ребята, хоть бы не упало. Ну, вот, смотрите, в духовке, духовке у всех стандартное, оно почти на всю, ну, видите, на всю духовку, большое. Так, оставляем, будем смотреть, наблюдать. Вот, значит, режим у меня конвекция. Это, ребятки, вот такой верх-низ и вентилятор. Вот, а градусы 175. Все, теперь будем ждать, когда картошечка у нас зарумянится. Вот, я одну потом протыкну ножом, попробую, посмотрю. Если готово, вынимаем. Ну, ориентировочно стоит где-то час, ребята, где-то приблизительно час. Так, ребятки, прошел у меня час и 10 минут. Ну, я думаю, пора доставать. Сейчас, ребята, я достану ее. Я думаю, она готова, не будем пересушивать. Она тоже, знаете, когда пересушишь, она не сильно протыкная получается. Вот так вот. Ребята, посмотрите, какая красота получилась. Итак, смотрите, дорогие мои, какая получилась картошка. Ммм, пахнет, вообще супер. Ну, моя лиза, видите, он не сильно растекся, такая получилась, как сеточка сверху. Сыр у нас не подгорел. Он именно, видите, имеет такую, как корочку сверху. Ничего у нас не подгорело, все хорошо. Сейчас мы, ребятки, обязательно посмотрим, как оно все пропеклось в середине. Сейчас отрежем кусочек и попробуем, конечно же. Итак, сейчас мы посмотрим, как у нас все получилось здесь. Ну, точно она пропеклась, я знаю точно, потому что я ее приоткрывала, когда прошел час ровно. Я ее немножко приоткрыла, ребята, и проверила картошку. Проткнула ее ножом, и она была очень-очень мягкая. Я еще дала 10 минут постоять немножко, чтобы уже, как сказать, знаете, для гарантии. Вот, ага, сейчас я возьму вот так вот. Ууу, ребята, смотрите, какая получилась. Ой, немножко распалась. Смотрите, какая красота получилась. Амбалденно. Просто, просто вообще класс. Картошка очень красивая получилась. Пропеклась. Сейчас мы попробуем ее. Конечно же, попробуем, а как же. Так. Картошечка мягенькая, все у нас здесь прям. Так. Будем пробовать, ребята. Так, смотрим. Картошка, вот, смотрите, у меня пюрешка. Вот она, насколько она мягенькая. Сыр. Ничего не подогрела. Майонеза здесь немного. Жира нет вообще. Сейчас попробую. У меня мясо интересует, как мясо получилось. Ммм. Ребята, обалденно. Дорогие мои, я думаю, часто будете его готовить, это блюдо. Тем более, делается все очень просто. Ну что. Я думаю, вам... Я не думаю, я знаю точно, что вам понравится. Готовьте, даже не сомневайтесь. Ребятки, кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вот. Будет очень много еще интересных видео. Всем всего хорошего. И до новых встреч. Пока, друзья. Пока.